В этом видео я расскажу о том, как узнать свои баллы еще до создания профиля в системе экспресс-энтри и что нужно сделать, чтобы их увеличить. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Жмите кнопку подписаться и колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео о визах и миграции в Канаду на нашем канале. Хочу вам кое-что сказать, это очень важно. Вы искали, нашли и смотрите это видео. Сам факт того, что вы уже этим интересуетесь и ищите информацию и прикладываете к этому какие-то усилия, приближает вас к реализации вашей мечты переехать жить в Канаду. Мы работаем с этим уже много лет и большинство желающих переехать совершенно ничего не делают в направлении своей мечты. Они просто ждут, когда оно случится сама собой. А вы делайте и делайте вы это прямо сейчас. Так что поздравляю вас, вы уже многих обогнали. Просто продолжайте совершать шаги и у вас все получится. Чтобы посчитать свои баллы, вам нужно зайти на официальный сайт cic.gc.ca в раздел Immigrate to Canada, раздел Express Entry, где вы выбираете Comprehensive Ranking System Tool. Ссылку мы оставим вам в описании. Давайте возьмем к примеру заявителя с такими параметрами. Ему 28 лет, он имеет диплом магистра, тест на знание английского языка на уровне 7 CLB, что составляет минимальный уровень. Он не имел опыта работы или учебы в Канаде, не имеет родственников в Канаде, имеет опыт работы за пределами Канады в течение 5 лет, нас интересует 0, A или B. Женат и имеет одного ребенка. Итак, начнем. Выбираем семейное положение, в нашем случае женат. Является ли супруга гражданкой или владельцем ПМЖ в Канаде и едет ли она с заявителем. Далее нужно указать возраст, тип полученного образования. Здесь имеется в виду именно подтвержденное в Канаде, поэтому для заполнения самого профиля желательно уже иметь этот документ на руках. Ссылку на видео о том, как подтвердить свое образование, вы найдете в описании. Далее нужно указать, получали ли вы образование в Канаде, указать знания английского или французского языков и действует ли ваш тест на данный момент. Напомню, сертификат действует всего 2 года. Указываем, есть ли у вас подтверждение знания второго иностранного языка. Сколько опыта работы за последние 10 лет заявитель имел в Канаде. Сколько имел опыта работы за пределами Канады. Есть ли у вас сертификат в квалификации, полученный в Канаде. Джаб-офер от работодателя и разрешение от LMIA. Поддержка канадской провинции. Имеете ли вы или ваш супруг совершеннолетнего брата или сестру, которые живут в Канаде и которые имеют ВНЖ или гражданство Канады. Дальше нужно будет указать информацию по супруге. Образование, в нашем случае бакалавр. Сколько ли топыта работы в Канаде имела супруга. Результаты по тесту знания английского языка, в нашем случае CLB5. И нажимаем подсчитать баллы. Как видим, в нашем случае пара имеет 351 балл, которых пока очень не хватает для текущего проходного минимума. Как же увеличить баллы? Это очень хороший вопрос. Вы можете начать менять пункты и пересчитывать баллы с учетом того, что вы можете изменить. Так, например, если основной заявитель подтвердит знания английского на CLB8, получаем уже 375 баллов. А если увеличим знания языка супруги до CLB7, получим 384 балла. Этого по-прежнему очень мало. Смотрите внимательно, сейчас будет магия. Что же делать в таком случае? Попробуем еще поиграть с результатами английского языка. Например, наш аппликант знает английский на 7,5 по всем пунктам и 8,0 по ридинг. Жена по-прежнему будет знать английский плохо, все на 5,0. Считаем еще раз. И получаем заветные 460 баллов. Именно такое количество баллов было минимально у заявителя по отбору, который состоялся 10 июля. Согласитесь, есть над чем задуматься и где поработать. То есть для того, чтобы значительно увеличить свои баллы, можно просто пойти на курсы и выучить английский язык. Мне кажется, это очень хороший план. Еще варианты – это получать подтверждение провинции, что даст дополнительных 600 баллов, получить приглашение на работу от канадского работодателя. В общем, не стоять на месте. Если вы поставили за цель иммигрировать в Канаду, вы должны понимать, что это может быть нелегко и небыстро. Иммиграцию нельзя купить. Над ней надо работать, как над любой другой мечтой. Профиль в системе экспресс-энтри действует год. Кому-то этого достаточно, кому-то нужно еще несколько попыток. Все зависит только от вас. Учите английский, получайте опыт работы, считайте свои баллы, читайте официальные сайты. Если есть необходимость, обращайтесь к миграционным юристам за советом. Обязательно подпишитесь на наш канал прямо сейчас, чтобы не забыть. В наших видео мы максимально подробно рассказываем вам, как сделать все самостоятельно. И вы обязательно во всем разберетесь. И колокольчик, чтобы вы быть в курсе. Можно это, пожалуйста, не вставлять в backstage. Магия. Все блонгинки. А вы блонгинка, да? Погнали.